добрый день дорогие друзья сегодня мы с вами у вольера у зимнего вольера божака и вот посмотрите как он прохаживается вдоль ограждения посматривает на соседний вольер что там происходит а там конечно происходят интересные вещи там молодой кавалер и у него три львицы поэтому вожак посматривает с некой завистью на своего молодого соседа потому что у него то в вольере как раз такая собрана мужская дружная компания но вожак привык что у него всегда рядом есть львица и конечно сейчас ему не очень привычно что не с кем позаигрывать нет не за кем поухаживать поэтому немножечко так он посмотрите на него раздобрел за зиму такой полненький потому что саванне мы привыкли что он бегает что он у него куча ответственности куча обязанностей поэтому порой бывает такое подтянутый потому что саванна это все таки не расслабон для вожака даже когда я вспоминаю этого льва он был еще молоденький на фотосессиях только входил в свой статус он всегда себя вел так величественно и конечно если с тем же малышом можно было подурачиться он все позволял то вожак конечно же нет он всегда была такая царственная осанка царственное поведение и такие фамильярности разве что только своему папе олегу он позволял и позволяя это больше никому конечно тоже вспоминая молодые годы конечно ему доставалось вожак рыжик он сразу почувствовал конкурента в этом льве но и не мудрено было не почувствовать потому что уже видно было с трех лет что это будет гигант очень выделялся он даже в свои подраст свой подростковый юношеский период но а когда уже стал взрослым львом то рыжик понял что это реальный конкурент на его трон и он стал гонять гонять этого значит будущего вожака на кормление если тот приходил или даже в саванне видел бежал и так знаете пытался прогнать но если кого-то другого это бы удручило то только не нашего гиганта чука он по-философски к этому относился и хоть рыжик его и гонял а он все равно приходил приходил ел ухаживал за львицами и вы знаете стал показывать зубы огрызаться потому что у рыжика еще было два помощника белых льва один из которых гроза крымской саванны вы знаете что недолюбливает чука и тем не менее низ не сделали они из него изгоя он постепенно постепенно усиливал свои позиции и так случилось что в один из сезонов не буду называть чтоб не ошибиться время к сожалению очень быстро летит и уже даже в годах начинаешь путаться когда же щук стал вожаком в крымской саванне и вы знаете в его правление саванне как-то стало поспокойнее нету уже таких разборок каких-то там межклановых гонений все так как-то нормально стало и как-то вы даже стали более такие спокойные но тем не менее это хищники и понятное дело и драки случаются и разборки но повторяюсь уже не так как это было при том же рыжий